Кто сказал, что бабушка старушка, кто сказал, что дедушка старик. Бабушкам и дедушкам территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района города Бреста годы не страшны. Их девиз движения – это жизнь. И это они доказали на районном турнире по настольному теннису, который прошел сегодня в преддверии 20-летия центра. В этом году мы отмечаем очередной рубеж развития нашего центра, 20 лет. И поэтому турнир приурочен именно к этому мероприятию. Мы много лет вкладывали в развитие настольного тенниса среди пожилых людей. И в этом году он вылился уже в районный праздник. Сегодня пришли команды не только территориального центра, но и команды Ленинского района, Совета ветеранов и других формирований Ленинского района, которые готовы помериться с силами. Сейчас у нас на мероприятии присутствует 24 человека от территориального центра и 8 человек от Совета ветеранов Ленинского района. Мы очень хотели, чтобы это направление развивалось, потому что тут больше вовлекается мужчин. Если рукоделием и гимнастикой больше занимаются женщины, то теннис себе позволили мужчины. Когда в преддверии 20-летия территориального центра Ленинского района социального обслуживания нам предложили участвовать в соревнованиях наравне со своими, как говорят, сотрудниками, мои ветераны, ветераны Ленинского района с удовольствием откликнулись. И мы сейчас представляем буквально тремя командами, хотя были еще желающие. Посмотрите на наших ветеранов. Разве можно их назвать бабушками, дедушками? Их стариками и старушками нельзя назвать. Во-первых, они стройные, потянутые. Очень многие ведут активный опыт, во-первых, и жизненный, и здоровый образ жизни. И они интересуются. Кроме того, обратите внимание на социальную поддержку пожилых и ветеранам нашего государства. Это тоже о чем-то говорит. И люди не замыкаются дома. Они очень активно интересуются и экономической жизнью страны, и политической жизнью. Тому, как они откликнулись на выборных избирательных участках, проявили такую активность. Я считаю, что они на правильном пути. Поэтому, как говорят, активное долголетие и 60+, жизнь только начинается. Настольный теннис в территориальном центре появился с приходом волонтера Виктора Попенко, который сам родом из Казахстана. Мужчина настолько увлечен данным видом спорта, что решил его развивать и среди людей золотого возраста. Так сказать, еще раз подтвердить, что именно бабушки и дедушки еще активны и молоды душой. Потому, посовещавшись с руководством территориального центра, единогласно было принято решение, что районным соревнованиям по настольному теннису быть. Играю в теннис я еще со школьной скамьи. И в институте играл, и потом служил, играл. Я военнослужащий в отставке. Волонтером я стал из-за того, что мы переехали сюда из Казахстана с супругой. Она из Брестской области. Чем-то надо было заниматься. Поэтому я стал волонтером. Сейчас у нас очень хорошая команда. 23 человека. Но уровневый подход. Есть у нас 6 человек, очень хорошо играют. Есть ниже. Поэтому участники подумали и решили поиграть. Это не сложный вид спорта. Это, как все признают, теннис – самый лучший вид спорта во все возрасте. И в частности, для пожилых 60+, он очень хороший. И зрение выравнивает, и подвижность, и эмоциональное состояние. И плюс мы же еще общаемся. Они активные, энергичные, спортивные и легкие на подъем. Именно так сегодня можно сказать про подопечных территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района города Бреста и представителей Совета ветеранов. Именно они сегодня являются примером для каждого поколения. Именно они сегодня пример того, что возраст – это не помеха быть активным. Хочешь, принимай участие в соревнованиях, соревнуйся и просто получай удовольствие от того, что делаешь. Ведь в 60 лет жизнь только продолжается. А какая она будет – решать только вам. 15 лет назад последний раз держал ракеточку в университете. А предпоследний – в 73-м году в школе. Я вообще-то делаю зарядку, работаю сейчас. После ночной смены вышел, поиграть попросили. А вообще-то мастер спорта по СССР по трем видам спорта. У кого какой смысл жизни, для меня, например, смысл жизни всегда быть молодым. Сегодня эти энергичные бабушки и дедушки еще раз доказывали всем, что любой вид спорта, в том числе и настольный теннис – это удел не только спортсменов, но и людей с посеребренными висками.